совместное производство от will production и национального института сельского хозяйства при участии телевидения франции и планет плюс как вы поступили бы если бы оказались заперты в ограниченном пространстве открытым всем стихиям без шанса выбраться или защититься без доступа каким-либо ресурсом кроме тех что под рукой не имея возможности встать и уйти положение безвыходно не правда ли а между тем именно так на протяжении 400 миллионов лет существуют на нашей земле некоторые создания идя в ногу с эволюцией деревья изобрели исключительные способы приспособиться к любому климату и самым безжалостным условиям деревья могут легко выжить на любом клочке земли их способность развиваться из крошечных побегов в гигантов поразительно деревья это потрясающее творение миллионы лет их история развивалась параллельно с эволюцией животных они неутомимо искали свои способы выжить в наши дни наука подошла ближе к разгадке их невероятных способностей оставаясь безмолвными деревья по сути стали своего рода супергероями деревья поддерживают экосистему планеты снабжают нас лекарствами и древесины очищают воду и воздух являются главными борцами в битве с изменениями климата перед лицом всех испытаний которые еще предстоят деревья наши главные союзники в деле сохранения жизни на земле может нам нужно у них поучиться деревья гении мира природы учиться у деревьев это не так уж сложно напротив это базовый закон биомимикрии брать для своих нужд лучше из того чем обладает окружающая нас природа жизнь существует на земле 3 а то и 8 миллиардов лет уже тогда природа умела все чему мы хотели бы научиться она сделала все с любовью к своим созданиям и без войны вот что нам следует постичь перед тем как мчаться осваивать другие планеты американский биолог джанис бенюс уверена что природа неистащима на идеи умного освоения планеты как и деревья самые древние создания на земле этому дереву несколько веков она видела как индейцы разбивали свои вигвамы вдоль берега реки она увидела многое она застала пожары и бушующие ураганы и вероятно перенесло удары молний оно жизнестойко у него впереди еще несколько сотен лет если ему повезет деревья это старцы земли старейшие живые организмы планеты они адаптивно используют все возможности своей среды обитания нам правда стоит поучиться у деревьев у нас похожая судьба как и они мы ограничены ресурсами своей территории при этом деревьям удалось превратить ограничение возможности просто удивительно на что они способны будучи привязаны корнями к одному единственному месту на всю жизнь деревья с ограничениями на ты мы привыкли считать что ограничение следует преодолевать как бегун преодолевает препятствия но деревья поняли это совсем по-другому они не борются с препятствиями они танцуют с ними парный танец я уже давно изучаю их деревья вот то настоящие супергерои первая задача которую приходится решать деревьям это как кормиться оставаясь на месте в отличие от нас деревья как и все растения вынуждены пользоваться лишь тем что поблизости будь то солнце вода или же газ разлитый в атмосфере диоксид углерода или углекислый газ этот минимум условий обеспечивает дереву рост благодаря удивительному процессу фотосинтезу главный вклад вносят листья каждый из которых по сути является растением в миниатюре в кожице листа находится крошечное отверстие устица они поглощают из воздуха молекулы co2 на поверхности листа зеленые клетки хлоропласты впитывают солнечный свет свет и вода все что нужно для преобразования молекул углекислого газа в глюкозу она дает дереву энергию и строительный материал чтобы расти своего рода отходом этого химического процесса является газ жизненно важный для всей планеты кислород без него атмосфера земли станет смертельной для большинства живых организмов что еще надо знать о фотосинтезе и это очень важно с его помощью растения используют co2 в качестве строительного материала сейчас этот газ стал главным фактором загрязнения атмосферы представьте что мы с помощью углекислого газа и солнечного света производим химикаты пластик и другие материалы в том числе цемент и все что нужно для строительства вот тогда мы по-настоящему подобимся деревьям фотосинтез настоящее чудо сотворенная планетой благодаря фотосинтезу треть выбросов углекислого газа поглощается растениями как высшими наземными так и водными но самый большой стабильный вклад вносят деревья поскольку в отличие от многих растений которые умирают и вырастают каждый год деревья никогда не прекращают расти вот почему в мире растений им отведено особое место одна из немногих научных лабораторий в мире занимающихся физиологии растений расположена ваверни в центре южной франции она существует на базе национального научно-исследовательского института сельского хозяйства и объединяет мульти дисциплинарную команду во главе с бруно мулья ты приспособил эти регуляторы да можно менять интенсивность здорово но я все же взгляну так как там наши супер растения люди привыкли считать что растения отдельно деревья отдельно это мнение ошибочно поскольку деревья это растения ставшие великанами настолько огромными что получают максимум солнца более того это растения которые под землей развили многолетнюю корневую систему на пандисами невозможно так вырасти если каждый год начинать крошечного семечка замедленная съемка позволяет нам наблюдать за ростом молодых деревьев в природе этот крайне долгий процесс невозможно уловить невооруженным глазом деревья кажутся замерзшими бытует ошибочное мнение что деревья будто бы застыли на одном месте мы забываем что они живут и развиваются деревья всегда в движении их кора наглядно подтверждает это кора говорит о росте дерева если взглянуть внимательно увидишь неровности коры указывающие направление роста дерева и то что мало по малу с течением лет она увеличивается в диаметре в этом суть деревьев в способности вырастая вверх и толщаться и не падать для роста у дерева есть только сахара добываемые путем фотосинтеза но именно из этого ингредиента создается материал который по сути своей гораздо сложнее чем выглядит древесина деревья способны менять клеточную структуру своей древесины подстраивая этот процесс под текущие потребности взгляните на это дерево оно искривлено по-французски это фламбе оно извивается как пламя самое поразительное что она восстановится пройдет два-три года и это дерево вновь распрямиться чтобы это произошло ему нужно особенное средство для восстановления дерево добудет его из собственной древесины которая называется реакционной представим что я ствол дерева когда на мне формируется новая древесина она сжимается а если я сжимаюсь то наклоняюсь в эту сторону вот каким образом дерево изгибается все деревья обладают способностью управлять направлением роста все они тянутся вверх чтобы не оказаться на земле если посмотреть на этот лес в ускоренной съемке деревья в нем будут постоянно двигаться согнутые распрямляются прямые закрепляют это положение это этот непрекращающийся танец существует ради единственной цели тянуться вверх это нелегко чтобы создать это нужно всегда следить за балансом и сохранять вертикальное положение принято думать что растения растут вертикально потому что тянутся к свету неужели это единственная причина все знают что растениям нужен свет он и правда необходим но деревья сохраняют вертикаль не только благодаря ему например если свет струится откуда-то сбоку дерево потянется к нему и может упасть получается существует нечто более важное чем свет чтобы проверить это группа бруно муля разработала прибор в котором свет одинаковой силы поступает сразу со всех сторон молодой тополь поместили на несколько часов в это залитое светом пространство в горизонтальном положении когда растение окружено светом она растет отлично света ему хватает дом но свет не подскажет где вверх а где низ в итоге мы наблюдаем что случается когда растение теряет ориентацию из-за источника света мы видим что она все равно начинает расти вверх вот что оказывается важно чувство гравитации клетки растений отвечающие за гравитропизм восприятие растением гравитации называется статоциты это специальные крошечные клетки в них содержатся довольно крупные зерна зерна крахмала они плотнее самой клетки поэтому оседают вниз если я к примеру наклоню растения эти зерна лавиной устремятся вниз если зерна есть с обеих сторон я могу сосчитать их и вычислить угловой коэффициент затем я могу запросто рассчитать угол наклона с помощью обычных школьных формул и у дуга и подобные вычисления позволяет дереву контролировать точный угол наклона чтобы восстановить вертикальное положение в этом мы похожи мы воспринимаем гравитацию посредством внутреннего уха в нем также есть крошечные зерна крупнее чем у растений которые подсказывают нам где расположена земля особенность растений и деревьев частности в том что у них этот процесс в миниатюре речь идет об одной клетке которую они воспроизводят на своем теле по мере необходимости именно это позволяет деревьям проявлять гораздо большую устойчивость чем людям если нас как следует покрутить мы утратим ориентацию в пространстве и не сможем понять где находится низ наше внутреннее ухо крайне чувствительно ко всему что мешает воспринимать гравитацию деревья напротив ничуть не теряются при колебаниях мешающих этому восприятию можно сказать у них не бывает головокружений однако бруно муля высказал догадку что вертикальное положение деревьев объясняется не только точным ощущением гравитации вместе с несколькими физиками он создал математическую модель для проверки своей гипотезы виртуально смоделированное растение было запрограммировано на рост исходя всего из двух параметров световосприимчивость и чувство гравитации она постоянно колебалась и не могло стоять вертикально чтобы дерево приобрести или сохранить верное положение необходимо еще одно условие которое оставалось загадкой пока команда бруно муля не занялась ей для нового эксперимента они изобрели устройство под названием гравитрон молодые тополи поместили в него в горизонтальном положении на этот раз в кромешной тьме спустя час будто увидев источник света растения потянулись вверх затем их искусственно лишили чувства гравитации посредством постоянного вращения таким образом зерна в их статоцитах не могли осесть поэтому растения не должны были понять где вверх где низ когда мы поставили их восприятие гравитации на паузу единственное на что они смогли ориентироваться в темноте это на ощущение собственного тела мы заставили их искривиться но они попытались скорректировать свою форму чтобы снова стать прямыми они двинулись в противоположном направлении чтобы повернуть себе прежнее положение и уравновеситься с а форма здесь мы столкнулись с памятью о собственной форме у нас тоже это есть ощущение прямого положения это никак не соотносится с вертикалью вы можете отклониться но оставаться прямым оно работает независимо от положения это чувство называется кинестезией считалось что им обладают лишь высшие животные кинестезия позволяет нам например пить закрытыми глазами потому что нам не нужны глаза чтобы понять где относительно рта находится рука мы воспринимаем собственное тело и его место в пространстве открытие сделанные учеными этой лаборатории потрясло всех мы были поражены когда обнаружили что растения тоже обладают этой способностью конечно это произвело сенсацию в науке то что растения обладают чувством самовосприятия что они ощущают сами себя это в самом деле удивительное теперь в науке о деревьях открылись еще более заманчивые горизонты восприятие собственного тела находятся в шаге от сознания и даже интеллекта в италии работает один из лучших исследователей поведения растений биолог стефано монкузу его труды признан и во всем мире то что растения обладают интеллектом не вызывает у него никаких сомнений растения наделены интеллектом значение этого слова всецело зависит от смысла которые в него вкладывают мое собственное определение весьма широкое интеллект это способность решать проблемы всем созданиям от бактерии до человека приходится это делать и часто эти проблемы похожи поиск ресурсов вопросы воспроизводства защиты приспособление к угрозам окружающей среды насколько это возможно нет специального органа вырабатывающего способность решать задачи мозг не производит ее словно почки мочу это так не работает интеллект вещь более утонченная это неотъемлемая черта всего живого стефано монкуза вызвал множество споров когда обнародовал концепцию нейробиологии растений после многих лет экспериментов ему удалось доказать что растения обладают памятью и способностью учиться и общаться все это элементы понятия интеллект одним из способов измерить интеллект животных был эксперимент с прохождением лабиринта на время обычно брали мышь сажали в лабиринт и смотрели как быстро она доберется до еды самостоятельно само собой растению нужно больше времени важно было узнать сколько раз оно пойдет в неверном направлении но если посадить растение в лабиринте произойдет невероятное оно ни разу не заблудится оно будет двигаться сразу к цели для мыши это сыр для растения источник азота они его любят в лабиринте корень показал себя лучше чем мышь один корень способен распознать минимум 20 различных физических и химических параметров это очень многое вообразите растения способны распознать то что не под силу животным химические соединения магнитные и электрические поля во всем что их окружает но деревья не обладают мозгом который собирал бы информацию и отвечал за все движения кто же направляет рост корней это как рой пчел в котором пчелой является каждый корень корневая система состоит из сотен миллионов корней каждый из которых сообразует свои действия с остальными вместе они представляют собой гигантский и крайне умный организм рой пример коллективного поведения известного в природе каждое создание действует автономно и вместе с тем координируются с остальными безо всяких указаний сверху процессы внутри дерева аналогичны знание накапливается и передается миллионами клеток через все тело растения в том числе и в корне клетки взаимодействуют и общаются между собой без помощи какого-то единого контролирующего органа дерево словно огромное скопление сообщенных между собой клеток в котором интеллект расположен повсюду и нигде оно само и есть собственный мозг мы определенно не можем больше считать деревья лишь частью пейзажа эти схожие с нами создания словно еще один вид людей чью тайну нам еще предстоит постичь нашему взгляду доступен лишь берег огромного невидимого континента поскольку деревья существуют в двух мирах их корневая система столь же велика сколь и наземная часть словно еще одно дерево растущее под землей именно этот мир стал объектом исследования Франсиса Мартена главы лаборатории Лябекс Арбор всемирно известный биолог один из первых ученых начавших изучать мир скрытый у нас под ногами на прогулке люди смотрят на деревья это сплетение стволов, ветвей и листьев не осознавая что под ними находится целая вселенная мир корневой системы и каждый корень взаимодействует с миром микробов с бактериями, вирусами, мелкими животными и прежде всего с грибами грибы, которые мы так любим собирать осенью это нечто большее, чем вкусная закуска съедобные или ядовитые они играют важнейшую роль в лесу некоторые из них называются декомпозеры потому что перерабатывают мертвую материю некоторые являются союзниками деревьев так называемые симбионты на поверхности лишь их плодовое тело основная же масса грибных волокон живет под землей вместе с корнями деревьев что мне по-настоящему любопытно так это грибы симбионты у нас тут два вида белая поганка и млечник выросшие на корнях этого бука мы видим лишь наружную часть гриба но внизу крошечные волокна его грибницы опутывают корни дерева так что если я чуть потяну и вытащу это чтобы рассмотреть то станет очевидно что грибницы этих симбионтов вступают в очень близкие отношения с корнями дерева начиная с огромных и заканчивая крошечными грибные волокна высасывают из почвы минеральные вещества например азот и фосфат и питают ими древесные корни растворенные в воде вещества достигают листьев являясь чрезвычайно важными элементами для развития дерева грибы оказывают деревьям неоценимую помощь мы полагаем что на каждый метр древесного корня приходится тысячи метров грибных волокон способных проникнуть в самую крошечную щель и добыть из нее фосфат и азот благодарные за эту работу деревья снабжают грибы симбионты сахарами 20 процентов сахаров полученных в результате фотосинтеза дерево отдает своему помощнику благодаря этому грибницы ее добывающие свойства растут подобный обмен известен как микоризный симбиоз мы считаем что это явление возникло во времена когда деревья только захватывали континенты микробиология утверждает что без этого союза не было бы ни растений ни деревьев конфокальный микроскоп увеличивает размер этих волокон до 200 раз и мы видим кое-что необычное частицы гриба помеченные зеленым проникают в самую середину корня обозначенную красным они постепенно оборачиваются вокруг корня будто рукав или чулок образуя новый орган микоризу во имя симбиоза и сотрудничества деревья и грибы должны общаться этот диалог возможен благодаря обменным химическим процессом которые мы только начали постигать исследования которые мы провели совместно с коллегами из Австралии и США показало что растения и гриб обмениваются своего рода сигналами множеством сигналов благодаря которым они координируют действия друг друга в том числе взаимно влияют на процессы метаболизма ученые только начали расшифровывать эти беседы между грибами и деревьями и чем больше они узнают тем сложнее выглядит этот язык они выяснили что в микоризе живет взаимодействуя с ней бактерия подобное тем что содержится в нашем кишечнике дерево существует не само по себе это создание со сложной иерархией это похоже на русскую матрешку дерево взаимодействует с несколькими микоризными грибами а те в свою очередь с различными типами бактерий все это вместе формирует уникальную в своей сложности сеть взаимосвязей которая проводит сигналы и отвечает за молекулярный обмен прекрасно адаптируясь к окружающей среде когда меняется климат эта система приспосабливается и начинает функционировать по-другому мы говорим об удивительной системе взаимосвязей корней всех деревьев что окружают нас эту великую сеть живущую под землей некоторые ученые называют всемирной древесной паутиной ведь она соединяет все деревья для обмена сообщениями мы ученые твердо убеждены что все растения действительно объединяет своего рода сеть мы точно знаем что нутриенты и вероятно сигналы деревья передают друг другу посредством подземной работы грибов но до сих пор не ясен масштаб значения этого явления для биологии и экологии в частности чтобы ответить на этот вопрос нужны десятилетия гениальность деревьев самого начала проявилась в желании сотрудничать удивительно что научная мысль лишь спустя столетия только сейчас смогла постичь идеи этих стратегий сотрудничества и то что они повсеместны настало время пересмотреть наш взгляд на многие вещи каждый студент бизнес школы знает наизусть что миром движет конкуренция вот что все они выносят из своих лекториев идею быть впереди всех но естественный отбор мыслит иначе он вознаграждает тех кто научился помогать другому именно сотрудничество позволяет всему живому приспосабливаться к любым переменам только представьте то принципом прогресса станет взаимовыгодное сотрудничество и уважение к союзникам а не фраза победитель получает все именно этот принцип позволил деревьям побить все рекорды и стать самыми успешными долгожителями планеты на каждом континенте вы обнаружите деревья которым не одна сотня и даже тысячи лет но самые древние деревья на планете растут здесь в белых горах в калифорнии остистая сосна существует здесь в экстремальных условиях на высоте более трех с половиной километров самое древнее дерево здесь мафусаил было молодым когда строились пирамиды древнего египта дерево может жить бесконечно если у него есть еда достаточно углекислого газа и солнечного света чтобы процесс фотосинтеза начался но есть важнейший ресурс без которого дерево не выжить вода дерево обладает впечатляющей ирригационной системой благодаря которой жажда не грозит ему при любых обстоятельствах технологическое чудо скрыто в самом сердце дерева электронный микроскоп обнаруживает настоящий водопровод его устройство и особенности зависят от породы дерева которая его создала калифорнийская секвойя одно из самых огромных живых созданий поднимает по своему стволу от двух до трех тысяч литров воды в день на высоту тридцатиэтажного дома разве это не чудо дерево это превосходный пример простой но эффективной технологической мысли попросите инженера соорудить систему которая будет поднимать на сотни метров вверх сотни литров воды в день он наверняка поставит здесь аппарат с гигантским насосом вы уже знаете что у деревьев нет насоса однако вода поступает куда требуется запускает этот двигатель солнечный свет чтобы разобраться вернемся к процессу фотосинтеза для поглощения углекислого газа листья раскрывают устица теряя таким образом много влаги каждая молекула СО2 высвобождает 500 молекул воды посредством испарения но эта вода не пропадает даром по законам физики испарение вызывает напряжение в кроне дерева которое заставляет корни активно всасывать воду из почвы кроме того молекулы воды собираются вместе таким образом что меняют плотность воды она становится сжатой и легче поднимается наверх этот хитроумный механизм решает вопрос водного обмена внутри дерева кроме того дерево справляется и с другой задачей никогда не оставаться без воды ведь оно не может просто пойти и поискать ее уникальность деревьев в том что они нашли способ бесперебойно получать воду в англии в университете лица климатолог доминик спраклин раскрыл секрет взаимоотношений деревьев и дождя явление жизненно необходимого для них нет леса нет дождя люди пытались разгадать связь между лесами и дождем долгое время даже веками и основной проблемой был вопрос о первопричине это деревья управляют дождями и вызывают или же дождь играет первую партию как говорится собака виляет хвостом или хвост собакой чтобы приблизиться к разгадке доминик и его команда должны были проанализировать буквально тонны данных в своем исследовании мы опирались на данные наблюдений со спутников которые следят за лесами и их распространением по всей планете и на данные со спутников фиксирующих температуру на земле и поведение дождевых облаков нам удалось обнаружить что воздух проплывающий над большими лесными массивами содержит воды больше чем воздух над сельскохозяйственными угодьями затем мы поняли что воздушная масса над лесами не только содержит больше воды она притягивает дождь таким образом нам удалось впервые доказать что именно леса вызывают дождь а не только дождь питает лес это волшебство происходит благодаря испарением от деревьев пары они конденсируются в атмосфере создавая облака когда дождевое облако становится слишком тяжелым проливается дождь эта вода всасывается почвой и соединяется с грунтовыми водами чтобы затем корни деревьев вновь вобрали ее в себя таким образом цикл замкнулся деревья получают влагу бесперебойно леса могут влиять на дождь не только над собой это происходит посредством ветров ветра забирают влагу из леса они способны вызвать дождь за сотни а то и тысячи километров влияя таким образом на погоду в масштабе континентов значит деревья способны влиять на погоду далеко за пределами своей территории они не только справляются собственными трудностями но и успевают помочь всем кто их окружает деревья привыкли приспосабливаться к любым переменам они пережили геологические потрясения и прочие катастрофы уничтожившие например динозавров мамонтов и тысячи других видов животных но смогут ли эти любимцы эволюции пережить еще одну трагедию менее 200 лет а это секунды в мировосприятии деревьев мы живем в эпохе антропоцена когда влияние человека необратимо сказывается на природном равновесии что действительно плохо в изменениях климата это не их масштаб а скорость все становится плохо очень быстро но деревья живут в своем времени зачастую они просто не успевают перестроиться они способны почти на что угодно только им требуется время но человечество мчится на высоких оборотах безо всякой меры несмотря на все международные обсуждения и озабоченность по этому поводу выбросы СО2 увеличиваются деревья не смогут бесконечно прикрывать наше безрассудство особенно теперь когда лесная экосистема постоянно нарушается вырубками огромного масштаба каждый год в мире исчезает 13 миллионов гектаров деревьев площадь десяти футбольных полей каждые 15 секунд в основном в тропической зоне все для того чтобы удовлетворить нашу потребность в древесине и пахотных землях последствия массового уничтожения лесов трагичны для всего живого на планете когда рубят лес люди забирают лишь стволы деревьев корни обычно остаются в земле отрезанные от фотосинтеза они умирают и уничтожаются живущими в почве микроорганизмами их дыхание будет производить новые выбросы СО2 ведь все что они накопили в себе начнет испаряться в виде этого газа кроме того уничтожение леса лишает будущие поколения запасов угля мы забыли что леса это жизнь а дерево целая вселенная дерево словно жилой дом со множеством этажей здесь и птицы и грибы и насекомые если мы потеряем леса то обнажим кожный покров земли выжим дотла все богатства планеты деревья не только дали приют многим живым существам одним своим присутствием они делают дыхание планеты чище это можно почувствовать в больших городах тень и испарение от листвы в жаркий день снижают температуру на несколько градусов но спасительное воздействие деревьев на температуру более значительно чем мы привыкли думать молодой климатолог из университета лица обнаружила неизвестное до недавнего времени свойства деревьев леса все еще занимают треть планеты являясь ключевым звеном в обмене водой и углеродом между поверхностью и атмосферой земли они главные герои почти во всех процессах происходящих в природе мы обнаружили подтверждение того что деревья оказывают гораздо больше охлаждающий эффект чем это было принято думать Кэтрин Скотт обнаружила это явление исследуя молекулы выделяемые деревьями они невидимы но мы ощущаем их даже не осознавая их значимости это особые летучие органические вещества они бесперебойно производятся деревьями и хранятся в листьях они имеют запах похожий на запах соснового леса такой приятный и освежающий когда воздух нагревается листья выпускают эти скопления газов в атмосферу летучие вещества вступают в реакцию с компонентами воздуха и формируют более сложные молекулы высокой активности они способны соединяться друг с другом а также с другими молекулами в атмосфере формируя крошечные частицы эти частицы становятся все больше и на определенном этапе вокруг них начинают формироваться облачные капли это немаловажно поскольку чем больше капель в облаке тем больше солнечного света оно отражает таким образом производимые деревьями газы в конечном итоге не дают планете перегреться благодаря этому свойству деревья работают как огромные кондиционеры и понижают температуру повышающуюся из-за выброса парниковых газов уничтожая леса мы не только раз за разом отрезаем по кусочку от легких планеты мы также сокращаем масштабы выброса благотворно газов а значит и способность деревьев оказывать охлаждающий эффект на климат это вдвойне ужасно поскольку мы увеличиваем негативные последствия массовых вырубок когда наука раскрыла нам великие возможности лесов мы стали осознавать как человечество бездумно крадет у себя возможность выжить деревья попали в порочный круг нашего безумия вырубки вызывают повышение температуры и провоцируют засуху а это влечет новые беды масштабные пожары свирепствующие в последние годы терзают огромные территории Сибирь, Африка, Калифорния, Индонезия, Австралия, Амазония миллионы гектаров леса исчезли в клубах дыма Больше всего разрывают мне сердце мысли обо всех наших великих учителях сгоревших в Амазонии наставниках как раз когда мы наконец повернулись к ним чтобы спросить как же вы смогли выдержать так долго на этой планете и как нам поучиться у вас Амазония творит погоду она играет большую роль во всех процессах на планете это удивительная система если мы не сбережем ее то потеряем не только биологическое разнообразие этого региона но и могущественного союзника мы просто пилим ветку на которой удобно сидим мы больше не можем терять лес пугающие масштабы этой катастрофы всколыхнули общественное мнение но люди ощущают беспомощность глядя на то, как исчезает в пожарах наше общее наследие не пора ли остановить порожденное нами бедствие? в швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе новое поколение еще верит, что надежда не утрачена Томас Кроутер, молодой валийский эколог собрал в своей лаборатории ученых самых разных направлений их девиз – деревья – наше спасение необходимо срочно возрождать леса долгое время люди относились к высадке новых деревьев как к милому хобби в духе «мы спасаем планету», но мы недопонимаем какое это сильное средство в борьбе с изменениями климата мы не знаем, насколько в действительности велик мировой лесной массив с каким количеством деревьев мы имеем дело сколько углекислого газа они потребляют а главное, сколько осталось места для высадки новых деревьев обработав огромное количество данных эти молодые ученые смогли создать невероятно точные виртуальные модели они установили, что на Земле сейчас растет порядка 3 миллионов деревьев это в 7-8 раз больше, чем мы предполагали более того, мы поняли, что за пределами городов и сельскохозяйственных земель можно высадить еще 2 или 3 триллиона деревьев, способных переработать 200 гигатон углерода из атмосферы это две трети мировых выбросов на данный момент сейчас это лучшее, что мы можем сделать для решения проблем с климатом команда Томаса Кроутера создала карту зон, где можно было бы посадить новые деревья ее сейчас взяли на вооружение, правительство и НКО собрав горькие плоды собственного равнодушия к природе многие сейчас считают, что стоит подождать и накопить побольше знаний о ней но я настаиваю, что для нас жизненно необходимо действовать прямо сейчас потому что природа и люди испытывают огромный стресс из-за изменений климата главное, что поучаствовать в этом может каждый не обязательно ждать распоряжений от правительства каждый может сделать что-то полезное или помочь деньгами тем, кто заботится о восстановлении природы инвестировать в компании, которые бережно относятся к окружающей среде любые действия, большие или маленькие, в совокупности окажут позитивный эффект Дело наконец сдвинулось по всему миру запущено множество проектов, инициированных и поддержанных некоммерческими организациями в них активно привлекают людей, чтобы высадить как можно больше деревьев и восстановить пострадавшие зоны Благодаря одной лишь компании, стартовавшей под эгидой ООН в 2006 году по всему миру было высажено 14 миллиардов деревьев Пройдет время, пока мы узнаем, прижились ли эти юные деревья Однако наука уже убеждена в одном Деревья – наши главные союзники в спасении планеты Наша задача – последовать их примеру с уважением относиться к природе и перестать вредить Мы будем спасены, как только начнем не только сажать деревья, но также вести себя и думать, как они Если мы хотим остаться здесь, у нас нет выбора Нужно всего лишь перезагрузить свой мозг и взглянуть на эти создания по-новому Если мы, наконец, посмотрим на все что нас окружает с уважением это поможет нам выжить и с удовольствием Продолжение следует... Продолжение следует...